В этом видео мы поговорим о знаменитостях, которые ушли из жизни в 2023 году, незаметно для многих. Возможно, что вы тоже не знали об их смерти. Актриса кино, закадрового дубляжа и озвучивания Елена Шульман успела запомниться публике множеством талантливых работ. Внезапная смерть актрисы стала трагедией для всех поклонников ее творчества. С детского возраста Елене Шульман нравилось подражать чужим голосам. Она быстро научилась имитировать мелодии и звуки. В школе будущая актриса оказалась ведущей детского радио, и ей нравилось озвучивать новости своей небольшой публике. Со временем Елена задумалась о профессиональной карьере артистки и решила связать свою биографию с актерским мастерством. Она переехала в Москву, где окончила ГИТИС и начала искать пути для самореализации. В 1996 году началась профессиональная карьера Елены Шульман. Именно с этого года она стала заниматься дубляжом иностранных лент и озвучиванием кино и мультфильмов. Изредка Елена Шульман играла в театре и снималась в кино и сериалах. Елена Шульман подарила свой голос главному герою мультфильма Карли Кнос, Мэри Джейн из фильма «Человек-паук», Баби Капи и многим другим персонажам из мультсериала «Лунтик и его друзья», Настасии Филипповне из мультфильмов про трех богатырей, а также персонажам более шести сотен различных проектов. Одним из самых длительных проектов Елены Шульман стал мультфильм «Барбоскины», где она озвучивала «Щенка-дружка». Актриса кино и дубляжа никогда не сидела без работы. Новые фильмы и мультфильмы постоянно выходили на экраны, и Елена Шульман дарила персонажам этих лент свой голос. Вечером 7 апреля 2023 года актриса направлялась домой. Она шла мимо остановки, разговаривая по телефону, и решила обойти толпу людей. Елена Шульман не заметила, как вышла на трассу и попала под троллейбус. Водитель старался затормозить, но это не помогло. Медики боролись за жизнь актрисы, но утром 9 апреля она ушла из жизни. 10 апреля Елене Шульман должно было исполниться 54 года. В детстве Леонид Володарский не хотел учить иностранные языки, но не смог пойти наперекор воле родителей. В итоге это не только стало способом заработка, но и принесло популярность. Для нескольких поколений россиян зарубежное кино ассоциировалось именно с голосом этого переводчика. Из-за нескольких переломов носа Леонид Володарский говорил гнусаво. Благодаря этой особенности его в шутку прозвали человеком с прищепкой на носу. Учить английский язык Леонид Володарский начал в 4 года. Учителем выступил его отец. С выбором профессии вопрос не стоял. Леонид стал студентом Института иностранных языков, где изучал французский и испанский языки. Еще в студенческие годы Леонид Володарский начал подрабатывать, делая синхронные переводы для кинофестивалей и закрытых показов в Доме кино, на Мосфильме и даже в Верховном суде и прокуратуре. В то время за это хорошо платили. В конце 70-х на Володарского обратили внимание бизнесмены, которые промышляли только набирающим обороты видеоопиратством. Им требовался специалист, который сможет делать перевод и озвучку иностранных фильмов, справляясь с работой в кратчайшие сроки. Переводчик блестяще выполнял эту работу, поэтому его услуги стали пользоваться спросом. Он был задействован в озвучивании более 5000 фильмов ужасов, боевиков и комедий. Голос Леонида Володарского звучит во многих популярных фильмах. Так, например, именно он перевел название фильма «Терминатор» как «Киборг-убийца». 7 августа 2023 года Леонид Володарский скончался от сердечной недостаточности. Ему было 73 года. Дядя Слава стал блогером в 50 лет, узнав о смертельном недуге и желая отвлечься от боли. За 6 лет он раскрутил каналы в нескольких социальных сетях, сосредоточившись на военно-политических обзорах и прямых эфирах. Станислав Андреев решил стать блогером по рекомендации сына в 2017 году. Позже он признался, что общение со зрителями помогало ему отвлекаться от боли из-за страшного недуга. Зрители обращались к блогеру «Дядя Слава», после чего Станислав решил взять себе этот псевдоним. За 6 лет Станислав Андреев раскрутил YouTube-канал и страницы в социальных сетях. Он часто проводил совместные эфиры с известными личностями, активно общался с аудиторией и давал интервью. Осенью 2023 года блогер впал в кому. За несколько дней до смерти он пришел в себя, но оставался подключенным к аппарату ИВЛ. 22 октября 2023 года сердце Станислава Андреева остановилось. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Дяде Славе было 56 лет. Мэтью Перри был настоящей кинозвездой, которая сияла на небосклоне мирового кинематографа. Талантливый актер быстро завоевал сердца миллионов людей по всему миру, подарив зрителям много интересных ролей, как комедийных, так и драматических. В середине 80-х Мэтью Перри появился в комедии «Чарльз в ответе», а затем в мелодраме «Серебряные ложки». Предложения сниматься поступали одно за другим. Так, например, вскоре он сыграл главную роль в сериале «Второй шанс». Имя актера становилось все более узнаваемым. Триумф ожидал Мэтью Перри в 1994 году, когда на мировые экраны вышел популярный ныне ситком «Друзья». Актеру достался образ Чендлера Бинга, неудачника и растяпы, обремененного комплексами. Роль Чендлера стала визитной карточкой артиста и вознесла его на голливудский Олимп. «Друзья» транслировались до 2004 года. За все время на экраны вышло 10 сезонов культового ситкома. Очередным громким успехом в карьере Мэтью Перри стала комедия «Девять ярдов». Она имела огромный успех, и поэтому после вышло продолжение. 29 октября 2023 года поклонники сериала «Друзья» узнали страшную новость. Актер скончался у себя дома в джакузи из-за сердечного приступа. Кто-то из любителей телесериала до сих пор не знает, что их любимого Чендлера больше нет. Актер прожил в этом мире 54 года. В декабре 2023 года было сказано, что Мэтью Перри умер, потому что неправильно рассчитал дозировку препарата, с помощью которого боролся с депрессией. 28 сентября 2013 года Никита Васин завел собственный YouTube-канал, где через пару недель опубликовал первое видео. С декабря того же года в своих видео школьник начал делиться секретами прохождения детской игры «Шарарам», основанной по мультфильму «Смешарики». Именно «Смешарики» стали важным мультиком в жизни Никиты Васина. Обзоры на них он делал чаще всего. Никита раскрывал тайны создания мультфильма, озвучивал недетские моменты, а в 2021 году стал партнером ООО «Смешарики». С этого момента Никита Васин устраивал творческие конкурсы, записывал треки, а также выпустил мерч. Помимо этого, блогер делал обзоры на зарубежные фильмы и мультфильмы, а также на телепередачи. Он пользовался популярностью у аудитории. Многие из поклонников творчества Никиты даже не подозревают, что его уже нет в этом мире. В ночь на 3 декабря 2023 года Никита Васин ушел из жизни. Изначально сообщалось, что причиной смерти молодого человека стали запрещенные вещества. Но позже его отец опроверг эти слухи, рассказав, что у Никиты был врожденный порог сердца, а причиной смерти стала сердечная недостаточность. Никите Васину было всего 22 года.